Да, да, да. Где они, собственно, живут. Это не городская история, где вы разделяете собачки, а вот где-то в вашей закрытой территории, да? Ну, просто если бы мы на открытой территории это делали, я думаю, что все дети в нашей деревне жили бы в этих домиках. Мы их когда строили, мы еле выгнали их оттуда, пока была возможность туда заходить. Там сразу аптека появилась, еще что-то вроде этого, детская такая. Ну, да, это закрытая территория приюта, где у нас вольно содержатся собаки. То есть адекватные собаки, которые могут лояльно относиться друг к другу и вести совместное проживание, они живут вот в таких домиках. Просто суть в чем, я так вскользь скажу, да, это двухэтажные домики с теплыми полами, у них там печка внутри есть, на втором этаже маленькая небольшая такая печурка, туда камыш закладывается и поджигается. То есть когда экскурсия, допустим, такая большая подъезжает, ну, допустим, с какого-то института приехали студенты или еще что-то, мы можем создать имитацию того, что домик топится. То есть по деревне дымок такой распространяется, но специально делали это, чтобы в дальнейшем было видно, что деревня живая, вот в таком плане. Ну, мне Артем предварительно сказал, что вы делаете будки или домики, я не совсем его понял, это по всему городу у вас идея такая расставить для безназорных животных такие дома-укрытия, да, для проживания, так я понимаю, да? Смотрите, ну вот наш взгляд на то, чтобы собак после ОСВВ, не все собаки, вообще не всем собакам нужно в приют, потому что мы занимаемся социализацией, у меня сейчас вокруг меня тут сидит три безумные собаки, которые, ну, в общем, с такой психикой, которую надо чинить для того, чтобы дальше с ними что-то делать. Ну, в общем, это сложная история, собак, которые имеют такую вот генетическую уже особенность и дикие, их достаточно сложно социализировать, этот длительный путь, им не нужно. Многие собаки, попадая в приют, вот они же, если не имеют куратора, они имеют шансов дальше вообще жить. А куратор находится крайне редко, потому что дикую собаку приручить и все остальное, это требуется огромный ресурс, на который просто нет ни времени, ни сил, ни рук. Я думаю, даже нет смысла этим заниматься. Я думаю, что те собаки, которые после бойства в это стерилизованы, привиты, они могут жить в своей среде. То есть им вот, где они живут сейчас, можно построить домики, можно устроить службу, которая была бы, кормила их, то есть следила за тем, чтобы было регулярное питание, поставить там видеонаблюдение на эти домики и, собственно, оставить собак в месте, где они живут. Это позволит следить за численностью собак, там, стерилизовать их вовремя, прививать и так далее. Ну, и пусть они себе живут вот так, расселённые по тем же местам, где они и живут сейчас. Вот, собственно, такая идея, мы на пути к эксперименту, почему? Потому что мы хотим получить разрешение на установку таких домиков. Мы не хотим самостроя, потому что вот сейчас у нас буквально позавчера снесли кошачий домик, построенный, ну, самостроем. Их сносят просто, и это просто катастрофа. Все плачут, дети плачут, взрослые плачут, но сделать с этим ничего невозможно, потому что это самостроя. Ну, нам начали отказывать, естественно, в установке таких домиков, вот, но мы не отказываемся от этой идеи, будем дальше идти. Сейчас вот мы в мае готовим большую презентацию нашего проекта и надеемся, что мы где-то установим в качестве эксперимента такие домики. Да, я, в принципе, понял вашу идею, сейчас не хочу врать, я уже слышал что-то подобное, это, наверное, лет пять, а то гляди и больше. Несколько лет тому назад, по-моему, где-то в Казахстане, я могу ошибиться, или Узбекистан, или Казахстан, где-то в тех степях, скажем так. Это было, насколько я помню, ну, я не знаю, связано это было с администрацией, но, по-моему, решение какое-то там принималось по этому поводу. В общем, то ли на остановках, сейчас врать просто честно не говорю, то ли в скоплении в каком-то общественном месте были установлены кормушки, я вообще не представляю, как это было сделано, но были установлены кормушки, и люди туда приносили в эту кормушку еду, чтобы бродячие собаки могли найти себе еду. И это было, типа, по всему городу поставлено. Больше ничего об этом проекте не могу сказать. Еще что-то подобное с кошками делали, выставляли такие домики, но это уже не там, сейчас я не следил за этим моментом. Идея, ну, на мой взгляд, идея интересная, даже если она и окажется ошибочной, я думаю, что ее стоит попробовать. Скажу вам одно, вот из своих наблюдений, да, вот, 10 лет, что я занимаюсь приютом, я сейчас подтвержду, ну, хочу подтвердить ваши слова о том, что некоторым собакам приют действительно не нужен. Во-первых, собаки есть даже не то, что дикие, а панически боящиеся человека, это раз, и панически боящиеся собаки. Ну, со второй фобией, скажем так, недоверие вот такого, это гораздо лиже встречается, но, тем не менее, такие собаки существуют. И вот для таких собак находиться в приюте, это просто каторга, это ад, можно так сказать. Если еще на огромной территории собака может каким-то образом, скажем так, держать дистанцию от человека, и это более приемлемо будет, да, там, ну, допустим, на 20-30 метров не подходит, кто-то там на 5 метров, она более-менее себя еще отлично чувствует, то для некоторых это невыносимая ситуация, собака может выходить из будки там только ночью, когда никого нету и тому подобное. Это, конечно, ад. Я здесь с вами с этим полностью согласен. Но я, знаете, Светлана, боюсь чего. Идея неплохая, и она действительно поможет, как бы, следить за численностью, и в одном месте легче им прививки поставить, может, они уже кому-то там из домов больше будут доверять, и, например, там город-станция приехала, и уже знает людей, которые, как бы сказать, курируют этих собак, они в нужный день приехали, да, и там, допустим, ту же самую прививку помогли сделать как-то, если это, конечно, возможно, но когда они полудикие такие, скажем так. Но я боюсь, что, боюсь, что наше общество, вот, менталитет не готов к этому, объясню почему. Почему? Вы знаете, мне кажется, здесь встретится очень большой подводный камень. Вот берем, к примеру, это мое мнение, чем это может закончиться. Берем, например, огромную девятиэтажку, и во дворе этой девятиэтажки живет какой-нибудь барбос по имени Бублик, скажем так. Вот, и вся девятиэтажка его любит, там, вот, и дети ему поесть принесут, и люди его подкармливают, и все такое. В общем, любимец двора. Но в этой же девятиэтажке, допустим, кто-то продал квартиру, и новый жилец появился, либо это, скажем так, личность из старого окружения этого двора, обязательно найдутся люди, которые ненавидят эту собаку. Это, скажем так, не связано с тем, что он кошатник или там собак не любит. Разные причины могут быть. Может, вплоть до того, что банально собака терпеть не может этого человека. И такие вещи есть. Я вам скажу, что, открою вам по секрету такую вещь, да. Различные причины могут вызывать у собаки агрессию. Вот меня, допустим, собаки терпеть не могут, большинство. Но это связано с тем, что я, кроме собак, еще общаюсь ежедневно с волками. На мне остается запах, и много чего другого сообщает им информацию о том, кто мои друзья дополнительно. Да, и меня многие не воспринимают нормально. И как бы вот такие вот люди, особо когда у них, скажем, люди недалекого ума, они всячески будут препятствовать этому. И, понимаете, вот повесить видеокамеру во дворе, это уж точно нереально. Ее просто снимут. Я не представляю, как... Ну, допустим, ее можно закрепить на этаже какого-нибудь... Ну, на третьем этаже какого-нибудь человека, допустим, который согласится разместить эту камеру, обращенную на будку. Доброжелатель, скажем так, с этой стороны, чтобы эту камеру не сняли. Согласен, можно. Там какой-нибудь компьютерчик включит, и эта видеокамера будет снимать это место. Такое согласен. Но вот дальнейшее скопление этих собак на одном месте сделает их совершенно беззащитными. Объясню, почему. Дело в том, что, как говорится, если партия прикажет, то дурак всегда найдется. И здесь вопрос в чем. Причем, собаки, когда живут во внешней... Ну, скажем так, на улице, да, во внешней среде, у них есть три точки. Три точки, которые должны в их жизни быть всегда, иначе они долго жить на улице не будут. Вот именно эти три точки позволяют им долго выживать и в различных условиях, скажем так, выходить победителями. Первая точка – это должна быть кормовая база. Ну, кормовая база – это какая-нибудь ближайшая там столовая и водопой обязательно. Все, это вот одна точка, где они могут покушать. Вторая точка – это лешка, где они могут проводить, ну, скажем так, большую часть они дрыхнут, скажем так. Поели и спать, а что еще с собакой делать? Ну, большая часть проходит во сне, скажем так. Так, это лешки, где они могут с семьями спать или там две-три собаки просто не с одной семьи, а друзья. И третья, которая обязательно должна входить в их жизнь – это точка отхода. Это места, места, куда собаки могут отойти при погоне, при преследовании, но там, где никогда в жизни не пройдет человек. И такие места существуют. Это, например, дырка в заборе какого-нибудь там, ну, скажем так, территории, на которой находится телевизионная вышка. Там охрана, будь здоров. Все, собаки туда прощемились, а человек туда, даже если попадется, то ему клюшки за спиной скрутят. Они все эти точки знают. И вот, если мы начнем выводить собак на вот такие вот домики, то в первую очередь, скажем так, мы можем сделать только хуже для них. Каким образом? Будет много недоброжелательных в их сторону, которые смогут навредить им в жизни. Например, ну, какой-то, скажем так, недалекого ума человек, пускай молодого какого-нибудь возраста, возьмет просто навсего, видя, что собака в будку залезла спокойно и петарду туда зашвырнет или еще что-нибудь в этом вроде. Мы когда стояли на колхозной площади, у меня собака держала в зубах в пасте ведерко, да, в которое люди кидали деньги, а остальные собаки трюки показывали. У меня доходило до того, что один из паршивцев додумался просто навсего в это ведерко вместо денег петарду зажженную бросить. И собака продолжала держать, пока она дымила, а я со спины не видел. И взрыв произошел у нее прямо под челюстью. Вот в этом вот плане. Здесь нужно продумывать момент, как мне кажется, именно момент безопасности этих животных, которые будут непосредственно регулярно находиться на этом месте, чтобы как можно было меньше вероятности, что они пострадают. На самом деле, хочу поделиться, такая история у нас, у нас трех собак отравили здесь недалеко, в поселке, щенков 11-месячных, и мы написали заявление, сейчас уже обжалуется все это в прокуратуре, нам, конечно, отказали в возбуждении уголовного дела, хотя... Не мудрено, что отказали. Мы там много всего произвели и вешали объявления с вознаграждением, чтобы собрать информацию, и оказалось, что большая часть жителей этого микрорайончика, а там всего 4 дома, небольшой такой микрорайончик, где живут собаки? Жея. Значит, большинство жителей подкармливали, но нашел же... Нашелся один человек, который собак отравил. У нас есть подозрения, кто это участковый, пока ничего не сделал, но нам обещают сделать, и мы как бы... Все в процессе у нас. Здесь собак отравили, у них не было ни будок, ничего у них, они жили под балконами, и просто кормили все, как оказалось, много людей. А вот недавно у нас поступила, я не знаю, у вас как-то ОСВВ работает? Хорошо работает? Ну, работает в городе. Мы сейчас плотно, вот именно с нами сейчас госструктуры вышли, они сами сейчас пока этим занимаются, но в июне месяце всю эту отчину передают нашему приюту, и уже отловом, стерилизацией, выпуском будем заниматься мы в городе. То есть именно приюту передают это дело. Ну вот у нас живут там в одном, в другом микрорайончике, значит, живут собаки, которые прошли уже эту процедуру, они все с вирочниками, они живут там, никого не трогают, есть много очень фото, видео, где собаки вообще никакой не агрессии, ничего, они абсолютно человекоориентированы, подходят, дети с ними там играют, и так далее. Значит, появилась тоже жительница, у которой есть там влияние какое-то, потому что дело поставлено губернатором на контроль, приезжала комиссия, мы там все собирались, в общем, жители собрали 70 подписей в защиту этих собак. А через какое-то время мы там выдали им еды, и так далее, они построили там два домика, сейчас уже стоят сами, своими силами. Немного эти домики сместили от самого метрорайончика, там такая, ну, к лесу поближе, то есть взяли и туда их немного задвинули. Но что мы смотрим сейчас на этих собак, они, собственно, и так там живут, но, получив укрытие и еду регулярную, они расслабились, они не бегают ни за кем, они не гавкают, они не ходят к магазинам там попрошайничать, в общем-то, они занимаются, вот присылают мне видео и фото, вообще прекрасно, одного полечили, ну, то есть сместили их немного в глаз, чтобы не мешали людям. Я, я как раз... Пока история, какая история положительно развивается. Их все равно, вот жительница, которая жаловалась, она говорит, заберите, забрать их некуда, в Московской области, например, нет ни одного муниципального клиента, а частные, как мы понимаем, все переполнены. Конечно. То есть забрать их некуда. Светлана, сейчас перебью одну секунду, извините, потом мысль просто потеряю. Я как раз вот хотел именно то, что вы сейчас говорите, и сказать, в принципе. Почему? Потому что у нас как-то на Королевке здесь район есть, многоэтажки, многоэтажки там стоят, да, это большой микрорайон. Там жил такой песик, сейчас не помню, как его, не то лорд, не то граф, что-то в этом роде его там звали. И вот там целый район разделился 50 на 50, или там 80 на 20. То есть кто-то обожал этого лорда, лорд его точно звали, а кто-то его терпеть не мог. Его там и лапы ломали, и стреляли, и что-то там с ним не делали. И там вот особо такие одаренные люди, да, все-таки скололили там мощнейшую будку, поставили во дворе, и регулярно следили, чтобы его не обижали, подкармливали. Но они это сделали прямо в центре всего этого микрорайона. Естественно, это, как его сказать, ну, почему нельзя вот это делать именно близко к домам? Объясню. Вы здесь совершенно правы. Нужно смещать. И я сейчас объясню, почему. Дело в том, что собаки, которые живут в определенном дворе, они уже знают весь этот двор, всех этих людей знают. И вот, допустим, какому-нибудь Ивану Ивановичу идет в гости поиграть в шахматы, в шахматы поиграть Иван Петрович. А Иван Петрович еще и под джазом, скажем так, да? Но он эту собаку не трогает, но эта собака не знает Иван Петровича, который идет к Ивану Ивановичу. Естественно, она его облавит. Э, э, ты куда? Мне нет, чтобы Петрович с собой сосиску забыл взять бросить собаке, предупредить. Ну, типа, пароль своей. Дальше идет. Естественно, собака держит оборону и начинается. И вот такие вот различные случаи, они бывают. Или, например, собака может начать просто лаять, да, под балконом у кого-нибудь. то есть, там какой-нибудь женщине с утра вставать шесть часов на работу, а тузик начинает лай, причем этот лай всю ночь. Этот лай выведет любого человека, который не то, что там животных не любит, а любит животных, но вот этот лай просто с непривычки, его может привести в бешенство. И когда человек не высыпается днями из-за того, что собака регулярно там лает, это тоже, я вот всегда говорю одну вещь, если ты хочешь заниматься животными, помогать животным, то это нужно делать так, чтобы в первую очередь не мешать людям. Почему? Потому что как только это все начинает мешать людям, все твои скажем так люди, которые любят собак, могут превратиться в злопыхателей, скажем так. Почему? Потому что никто бардак терпеть не будет. Когда эти собаки начнут тягать их них кур, например, или драть белье, которое они вечером повесили на просушку, никому это не понравится, все сразу будут против. Но вернусь к тому моменту, что именно отдалять собак подальше от домов, вот это вот хорошая идея. Почему? У нас в городе есть городская свалка, вы не представляете сколько там собак на этой городской свалке. Они никому там не мешают, у них там еды навалом, скажем так, потому что туда как его сказать, отбросы такие различные выбрасывают, что там и люди прям целыми городами живут на этих свалках, то есть делают себе там домики и живут прямо на этой свалке, ну бомжи, грубо говоря. Но я не предлагаю всех собак выкинуть на свалку, то есть в резервацию какую-то их закрыть. Вот именно что маленькими вот такими вот группами, которые именно могли бы образовывать такие поселения. Но здесь есть еще одна немножко деталь какая. Я обращал внимание на то, что большую агрессию собаки проявляют именно родственники. Те, которые допустим папа, мама, брат, сестра, дядьки, тетки. Вот такая компашка, которая со временем наплодилась. Пусть они уже и стерилизованы, но это родственники. Именно вот такие родственники чаще всего да, да, да. Они продолжают иерархию существовать. Да. И вот я вот с этим не согласен, когда сейчас по новым законам пишут, что отловил. Ну, то есть при отлове собаки идет видеофиксация и потом ее с такой же видеофиксацией она должна быть возвращена на прежнее место. Я против видеофиксации ничего не имею, против, но о выпуске на то же место, вот такие, когда это именно такая семья, я против. Почему? Я скажу, что их наоборот нужно развозить по разным местам. И вот когда собака попадает в другую стаю там или в другой какой-то район, она уже не ведет себя так агрессивно, как в этой семье. Вот эти семьи, если там есть такие инциденты, то лучше их развести по разным районам, скажем так, там, где они, если они близко не могут соединиться. Вот тогда агрессивны. Такой рассказывают ловцы, кстати, которые работают в поле. На самом деле это вот их, если человек с пониманием, то они на самом деле так и делают. Ну, я еще скажу, например, вот тем людям, которые, да, стараются избавиться во дворе от своих собак. Ну, как бы я вот всем советую так делать. Ко мне приезжают там, например, Дим, ну, может отловить собак? Ну, можем. Ну, мы приехали, перещелкали, грубо говоря, и все. Но я этим людям говорю, что, ребята, я вам советую, что, допустим, давайте сделаем так. Я сейчас вот ваших собак забрал, да, и менее агрессивных я вам после стерилизации опять верну. Почему? Я вам просто советую. Свято место, пустыни бывает. Просто, когда мы убрали вот этих собак, на их место придут другие. А если мы вам вернем не агрессивных, к людям они агрессию проявлять не будут, плодиться не будут, семьи создавать не будут, но чужаков они на эту территорию из собак уже не пустят. Они меня не слушают. Все. И на следующий год у них опять Дим, приедь, отлови собак. Я говорю, ребята, теперь двойная такса. Если в прошлом году вы мне заплатили 50 тысяч за отлов собак, то в этом году сотня. Все, я вас предупреждал, не вопрос. Вот таким вот образом как бы можно удерживать чистоту района. то есть основная проблема не в том, что во дворе живут собаки, а основная проблема в том, что собаки могут проявить агрессию, защищая двор. И вот в этом существует такая проблема. И еще одна из них, вот я знаю, просто люди власть имущие, да, там чуть ли не целую войну против одной собаки создавали. А из-за чего? они переехали в новый дом и в этом доме все эту собаку любили. И девочка этой женщины, которая переехала вот эта власть имущая, да, там я называю таких, она, девочка к этой собаке лезет, а мамашка это боялась просто на все, что ребенок чем-нибудь заразится от этой собаки. И вот была причина определения собаки в приют. Единственная причина, вот всего лишь навсего, агрессии не проявляла, но человек побоялся, что ребенок заразится от этой собаки чем-нибудь. И я вот этой мамаши так и сказал, говорю, вы знаете, что вы довольно-таки паскудно поступили, почему? Вы решили собачью судьбу, вы не за ребенком своим следили, чтобы он не лез к этой собаке, а пошли другим путем. Собака, которая всю жизнь жила в этом дворе, состарилась, а вы ее на старость лет спихнули в приют. Говорю, я ее забираю, почему? Потому что как бы на тот момент мы забирали бесплатно собаку, и я говорю, забираю ее, почему? Потому что я глядя вам в лицо и в ваши глаза понимаю, что вы не остановитесь, и если я ее не заберу, это будет продолжение эпопеи печальной для собаки. Говорю, у вас глаза говорят о том, что вы ее траванете просто на уши. Но, к сожалению, да, в этом моменте я думаю, что здесь самое разумное это отдалять на какое-то безопасное расстояние собак. Я расскажу вам прям боль-боль, которая сегодня уже случилась. Мы тут занимаемся отловом большой стаи, которая поселилась на заброшенной территории бывшей военной базы. Скорее всего, эта территория так и принадлежит военным, поскольку я ходила к начальнику этой части, чтобы они нам позволили коптерам пролететь и снять вообще количество этих собак там, оно неисчислимо вообще. За этими собаками там с местными волонтерами и ловцами и фондом, которые занимаются стерилизацией идет уже охота около года. Оттуда уже вывезено 40 щенков, бесконечное количество этих щенков. Кормить, а их там прикармливают девочки, чтобы они не уходили. Там, да, домики есть, у них идеальная среда, людей близко вообще нет, дома разрушенные, ну, в общем, их кормят каждый день, все хорошо. И про тех, у кого есть власть, собственно, сейчас мы стали заложниками этой власти и не понимаем, что нам делать, потому что вход к этой стае закрыт, а вот кормить нам ее больше не дадут, и туда, естественно, славцами, и нас туда, конечно, уже не пустят. Поэтому будем как-то принимать решения, пока не знаем, какие. я думаю, что если людям мешает, конечно, особенно тем людям, которые имеют хоть какую-то власть, то, конечно, они очень сильно препятствуют, и, конечно, договориться с ними крайне сложно. я думаю, что с ними надо не договариваться, а просто возложить на них ответственность за этих собак, и пускай потом они отвечают за то, чем кому не нравится. то есть, например, скажем так, ну, вот мы, допустим, выезжаем на отлов, и кто-то препятствует отлову. Все, участковый просто зашкиботка и там ваша собака, нет, отвечать за нее будете, все, если какие-то проблемы, мы, допустим, уезжаем, эту собаку не трогаем, но оставляем ответственную задействие этих собак, то есть, на человека, который этому препятствует, и все вопросы решаются, как бы, это самый простой и правильный путь, то есть, ни с кем не спорить, люди вышли, ваша собака, ответственность берете, да, беру, все, и, как правило, потом все вопросы уже решатся с этим человеком, и на него возлагается ответственность за этих собак, но, я хочу сказать, что по этому поводу, идея, конечно, интересная, и, я думаю, мы не первый раз выходим на такую связь, я думаю, вот этот опыт, он, возможно, пригодится, ну, по многим другим городам, но нужно его промониторить, проработать, грубо говоря, потому что еще все сырое, я думаю, тема интересная, и надо ее пережить, скажем так, посмотреть, к чему она приведет, но я все-таки думаю, да, нужно отдалять от домов, отдалять так, чтобы это не мешало людям, еще, что, как бы, может повлиять на все это дело, ну, возле домов легче сделать видеокамеры, а, скажем так, в каком-то удаленном районе, ну, там, на пустыре, на каком-то заброшенном, да, во-первых, людям далеко туда добираться, кормить, это одно, уже будет как-то проблематично, это какие-то, нужно организовывать, например, в районе пункты, в которых люди могут собрать еду, а какие-то ответственные уже волонтеры забирают эту еду и туда отвозят, не представляю, как это будет, либо это... Ну, на самом деле, мы думали, что если это, конечно, масштабируется в такой большой проект, то, конечно, должна быть служба, которая этим занимается. Да, можно просто, Светлан, можно просто сделать какую-то одну централизованную кухню, в которой будет готовиться на весь этот район еда, кормить собак, то есть нормальной едой, привезли каши им, разлили по этим самым, ну, вплоть до того, что как это корыто, и над ним навесик такой, чтобы дождь туда, снег не заметал, вплоть до этого, собаки подходят и едят. Но, если еда закисла, если еда там, ну, там, допустим, не всю съели, испортилась, это ж мыть надо, чистить, это кто-то должен все-таки убирать за этим, если это централизованное место кормежки будет, или это какие-то отдельные миски, не знаю, честно говоря. Но, все равно, идея неплохая, на мой взгляд, стоит этим заняться. Ну, основ... Часто говорят, часто говорят о том, что вот, те, кто, так сказать, против этих бездомных собак, часто говорят, ну, заберите их, заберите их, и все, и заберите их. Ну, как бы, вообще не понимаю, что, во-первых, всех забрать невозможно. Да-то, конечно. Во-вторых, как вы правильно сказали, они обязательно будут, они появляются ниоткуда, они вот, вот сегодня тут, там, там родились, там родились, там не знают, что делать сегодня, вот приходит масса же сообщений, вот родились, помогите, родились, помогите, они же бесконечно рождают, рождают, мы сейчас в городе немножко еще запустили параллельно вот с приютом, с отловом, запускаем еще кое-какую штуку, ну, сильно так взяться за это дело прямо вот сходу в этот год не получится, это хотя бы годика полтора нужно поработать в новой ипостаси, да, и потом уже на местном уровне властям делать свое предложение, дело в чем, сколько бы вы будок не поставили, сколько бы мы собак не приняли в приюты, не раздали их по домам или допустим там диких после стерилизации на улицу назад не выпустили, это никогда не решит проблему с бездомными животными до тех пор, пока на местном уровне власти не организуют, не ужесточат контроль по содержанию животных, мы сейчас запускаем акцию, что собаки, которые попадают к нам в приют, и при любом возможном случае, как только они попали в приют, мы их тут же чипируем, то есть кто-то хочет на передержку сдать собаку, чипируется, травмированная попалась, хозяйская собака, чипируется, и, ну как, у нас же ветсанчасть вот эта бесплатная, допустим, мы сбитую собаку к нам люди привезли, получили ее, а на следующий день объявились ее хозяева, все, она к нам в руки попала без разговоров чип, в дальнейшем, если мы... Инфляции? Да. Мы не всем успеваем так делать, но это уже, конечно, делать. Мы только начали, сейчас эта вся система еще налаживается, вопрос в чем заключается, это не всем тоже ставится, потому что не успеваем еще тоже, но в дальнейшем именно какая-то такая система должна быть отлажена, чтобы, допустим, бегает по улице собака безнадзорная, мы ее шлеп и домой. Ну, в приют, говорю, просканировали, ага, на Ивана Ивановича Иванова. В полицию вопрос, Иван Иванович Иванов писал заявление о пропаже собаки? Нет. Тогда иди сюда, Иван Иванович. И, как его сказать, будешь наказан. И штрафы нужно накладывать за вот это вот дело, чтобы не получался мартышкин труп. Мы будем их отлавливать, стерилизовать, выпускать или там будки строить или еще что-то делать. А кто-то с другой стороны, ну, таким наплевательским образом, а, ну что собака, ну, беременная, ну что, а, утопить или там жалко, или еще что-то, закон не позволяет, или еще что-то. Короче говоря, вышвырнули на улицу этих щенков вместе с мамашей вместе. И все, и пошло оно опять. И, скажем так, вот эта прогрессия опять будет возрастать. У нас, вот до коронавируса, у нас на балансе было 300 собак, 320. И 300 собак мы где-то за год раздавали. То есть, всего, в общем, берем 600 собак у нас за год проходило. А после коронавируса, из-за того, что, ну, прижало, мы на 200 собак сократили. То есть, сейчас в приюте 120 собак, всего-навсего. И вот, насколько город сейчас потерял в этом, во сколько он проигрывает. Если представить 600 собак, и каждая из них принесла приплод, то это уже 1200. А они-то не по одной рожают. Прогрессия сумасшедшая. Поэтому, здесь, параллельно вот с этим делом, о чем вы говорите, да, ну, вот ставить домики, будки там, как это будет выглядеть. Это классная идея, на самом деле. Мне понравилась ваша идея. Но здесь параллельно нужно какие-то уже шаги начинать вести именно по правилу ужесточения содержания животных. И какую-то структуру организовать, которая потом может наказывать за это дело. То есть, я не знаю, как это, с МВД как-то это будет связано, или как это будет настроено. Ну, и на самом деле у меня есть идея такая, правда говорят, что тебя закажут эти, как это, владельцы Авито. Я за то, чтобы запретить продажу животных на площадках. Ну, то есть, ты можешь подарить, но продать ты не можешь, например, через Авито. Ну, это же борьба с разведенцами. Нет, я... Тут я скажу так, что, ну, скажем так, люди не для того, ну, я не думаю, что нужно запрещать продажу. Почему? Потому что, вот, например, человек, скажем так, много лет выводил породу, вел селекционную какую-то работу, и, допустим, порода действительно рабочая, действительно адекватная, неважно, там, служебная порода, или охотничья порода, но он ее вывел. Почему он ее должен раздавать бесплатно? Он, это его труд, это его... Нет, так нет, нет, я же не против породника. Породники, я сама была заводчиком когда-то, давным-давно, правда, у меня был один помет, и больше я... А какую породу вы держали? Чау-чау. А, чау-чау, ну, это серьезный собакин. это моя любовь. Ну, а как? Вот, ну, дело не в этом, дело в том, что у РКФ есть база, она единая, и вот через эту базу можно продавать, а через все остальные можно только дарить бесплатно. Ну, я, да, я понял, смысл понял. Ну, чтобы они, в принципе, все были зарегистрированы на какой-то площадке, это не важно, РКФ это будет, или Купа, или что-то другое, это, да, собаки должны быть зарегистрированы, это может быть банально горвит станция. Если ты не зарегистрировал свою собаку, и у тебя нет регистрации, ну, ты не можешь обратиться, например, в ветеринарку, потому что ты ее принес, у тебя спрашивают регистрацию, а, ты не зарегистрировал, мы ее вылечить вылечим, но ты извиняюсь, Иван Иванович попал под раздачу. Я тоже уверена, что в ветеринарку, как только переставал принимать без ЧИПа, все будет как-то. Не только в ветеринарку, ты не сядешь с ней ни в поезд, ни в маршрутку, никуда, ни на одну прогулочную площадку ты не выйдешь, ни на выставку ты не попадешь без регистрации, ну, скажем так, ну, самый оптимальный, например, вариант, или, допустим, скажем так, полномочия у патруля того же самого, ну, как он, ДПС или как называется, идешь ты с собакой гуляешь, с маленькой или с большой, чихуахуа, это, странно это название, чихуахуа, вот, или это немецкая общарка, или восточник какой-то, или там боксер бегает, ДПС имеет право остановить и потребовать, скажем так, документики на собаку, регистрация, все, и в этих документах должно быть написано, есть она в базе данных или нет, то есть чипирована собака или нет, то есть какой-то, да, какой-то документ должен подтверждать, не чипировано пройдемте, вот вплоть до этого, только таким путем можно, если прямо в корень этой проблемы лупануть, то только так можно с ней справиться, потому что вот это все приюты, домики, что ты только не делай, это все Филькино грамотно будет, почему, потому что с одной стороны мы убираем эту прогрессию, а с другой стороны ее опять подкидывают, мартышкин труд получается, я согласен, нужна структура, которая бы контролировала людей, которые хотят содержать животных, и не только собак, но и кошек, между прочим, кошек безнадзорных еще больше, чем собак на самом деле, и это тоже ни к чему хорошему не приводит. Скажем так, вот эти вот животные мучаются, живут себе кошки, например, там 10 штук на улице, и одна какая-то заразная попадает, ну просто выкинули кошку или подбросили в этот район кошку, и все, и там 10-15 кошек заболели, попробуют их вылечить. Это точно так же они мучаются, болеют, голод, холод и тому подобное, но нужно что-то делать. Здесь напишут вопрос, здорово, что есть поддержка власти, регионы, Юг особенно, решены такой возможности, это очень рационально для... А почему регионы решены? Никто не решен, ОСВВ это федеральная программа, и работает и закон федеральный, его отменить вот хотят, но ничего у них не выйдет, как это отменить? Ну, да, Светлана, я слышал такое, что есть некоторые, скажем так, личности, которые говорят, что якобы уже все страны там за бугром доказали, что программа этого недействительна, то есть она малоэффективна и тому подобное. Я не считаю так, почему? Потому что, скажем так, вот как раз неэффективно это убийство собак. И при совдепе, скажем так, у нас не было такого, чтобы было как это программа ОСВВ, там отлов, стерилизация, выпуск, да? У нас этот вопрос решался на раз, два, три. То есть утром, раненько, когда еще все спят, передернул шпок, прям с ружей валили собак этих во дворе, и все вопросы решались именно ружьем. Их стреляли. Но стало ли собак от этого меньше? Меньше их совершенно не становилось. Они опять плодились, и все, это не решало проблему. Но именно, причем я помню еще пацаном как-то вышел на поле, да, там вдоль озера шел, смотрю, труба такая торчит, вентиляционная, подхожу, люк, замок сбил, что-то там, я не знаю, каменюка какой-то нашелся, крышку поднял, а там конца края нету, труб без шкуры, шкуры снимали, а тела собак сбрасывали в яму. Вот как этот вопрос решался. Это типа ямы Бехтерева, или чего там, не помню уже. Ну, суть в чем, это не решило проблему, бездомные, как в СССР давно уже нет, а собаки до сих пор бегают. Но, я вам скажу так, любой вопрос нужно рассматривать в миниатюре. Вот, не нужно сейчас брать всю страну, или весь город. Берем отдельно деревню. Если это работает отдельно в деревне, значит, это будет работать в городе, значит, это будет работать во всей стране. Вот, допустим, я беру свою деревню. У нас под носом были подброшенные собаки. Их люди приютили, скажем так, по соседству автосервис есть. Одна собака дикая, одна ручная. Ручную они держат на цепи, а дикую мы, грубо говоря, отловили и простерилизовали. Все. Эти собаки у нас живут уже не один год, не плодятся, щенков не приносят, проблем нет. Уже какой год? Вот именно в этом районе. И если бы в каждом районе шла вот такая вот работа именно по стерилизации, вложись ты один раз и простерилизуй, проблем не будет. Дело в том, что я еще раз скажу, вот эти деревни, районы, куда собак регулярно завозят, подбрасывают, уже сами собаки их туда дальше не пустят, не пройдут они, они стерилизованные будут оборону держать, им чужаки не нужны. Но контроль здесь нужен просто на все. Чтобы они не появлялись на улице, нужно ужесточить правила содержания. Вот это вот параллельно со всем этим должно быть. И это не потом, когда там нужно делать, а уже что-то делать сейчас, чтобы бесполезно не вести работу. Наказывать людей нужно за это, за выброс животных наказывать, просто наказывать. Причем серьезным способом. Скажите, пожалуйста, Дим, хочу спросить про подрастающее поколение. Оно сейчас уже, как говорят, не битое, оно сейчас более гуманное, более такое человече, ну вот как-то такое более терпимое. Вы работаете с детьми, приезжают к вам дети. Как вы думаете, как доносить? Потому что, ну, со взрослыми все понятно. Тут уже все закостенело, и достаточно сложно пробивать эту стену и так далее. Может, дети станут носителями гуманных идей? Как им рассказывать, какими методами, какими способами, что нужно им говорить, чтобы, так сказать, допускалась мысль, что все живое на этой планете имеет место, и всем хватит этого места, и не нужно ни с кем спорить, просто нужно найти, как бы... Я понял. Возможность жить друг с другом и относиться к этому терпимо. Я понял. Вы знаете, мы, когда начали вот на колхозную площадь выходить, это лет 10 тому назад, поначалу в первый год, когда я вышел на колхозную площадь и обучил собак неким трюкам, да, собаки держали ведро, им в это ведро бросали деньги, за эти деньги мы потом содержали, лечили, кормили, там и тому подобное. Вот. Кто-то там на пол деньги кидал, они подбирали, приносили и складывали в это ведерко. Поначалу, когда мы вышли, я кроме того, что, эй, мужик, иди работай, я ничего такого не слышал. Говорю, я свое уже отработал, ребят. Вот. А с каждым годом все больше и больше я слышал только здравствуйте, здравствуйте, спасибо, здравствуйте, спасибо, здравствуйте. Вот в таком плане шло общение с людьми. Ну, когда я еще только вышел на колхозную площадь, мне, Тюбик, иди сюда. Мне, конечно, я помоложе был, да, и вот, где-то уже под завершение вот этой всей эпопеи, сколько мы простояли на колхозке, молодые люди начали подходить и говорить, здравствуйте, дядя Дима. Я так, при чем тут дядя Дима, думаю. Потом еще один человек, здравствуйте, дядя Дима. Здравствуйте, здравствуйте. И все, дядя, да дядя. Ну, мне интересно стало, в чем проблема. Я, короче говоря, решил, что? Одного выловить и поставить возле себя и спросить. Говорит, слушай, а что ты меня, Гандин, называешь? Он говорит, а как мне, говорит, вас называть? Это я, когда первый раз мимо вас прошел с матерью, мне, говорит, 8 лет было, а сейчас мне 18, у него, говорит, киндер растет. Вот. И, конечно, вот это поколение, которое прошло мимо меня, оно никогда уже плохо к животине не отнесется. Когда он маленьким, проходя, мимо меня бросал рубль, два, десятку, полтинник, сотню в это ведро, это навсегда останется в сердце этого человека. Он уже изменился, он как человек изменился по отношению к природе, к животным и тому подобное. И я бы, честно говоря, начал не только с молодого поколения, но и со старого. Вот, по моему мнению, наш русский народ, который прошел огонь, воду и медные трубы, да, и до сих пор с этим народом никто справиться не может, они думают, что разнесли и пошатнули нас, ничего подобного. Это все брехня. Я бы начал вот с чего. Я бы в городе в виде социальной рекламы время от времени вот эти огромные баннеры, там, три на шесть или сколько, я бы показывал немножко сюжеты с животными, например, с теми же самыми собаками, которые во время войны с поля боя на волокушах вытащили четыре дивизии, раненых, под пулями тащили на волокушах, собак-связистов, которые промотали телефонного провода такое количество, что планету вокруг пять раз обмотать можно. Различные собаки там были, и минеры, и саперы, и кого там только не было. И вот эти картины, как эти собаки воевали, нужно показывать, не вот эту рекламу не пойми какую, а показывать, что они тоже участники войны и приближали эту победу. Это покажет тому поколению и новому поколению. Начать просто познакомить, что собак обучали для того, чтобы приближать этот день победы различному мастерству, скажем так, военному. Ну, а дальнейшее, вот мы сейчас хотим непосредственно открыть школу юного кинолога. Почему? Потому что мы, наверное, единственный приют, я не боюсь сказать, ну, на планете, да, мы сейчас поменьше стали раздавать, потому что мы умышленно сейчас это сократили количество животных. Есть на то причины. Но никто, я думаю, в месяц по 30 собак не раздавал. Ведется картотейка, все как положено. И если мы создадим школу юного кинолога, то мы будем раздавать за месяц собак вдвое больше, по 60 элементарно. Почему? Потому что дрессированных собак разбирают быстрее. Если открыть вот эту школу юного кинолога, в которой главным условием будет приема ученика в школу, это запрет родителей на содержание собаки в доме. Это будут уникальные вообще личности, это будут шикарные просто на все кинологи. И вот это позволит быстрее раздавать собак. Дрессированные собаки быстрее уходят. Спасибо, Светлана. Очень приятно, очень поздравательно и очень здорово, что вы занимаетесь такими вещами. Не только обслуживаете собак, но еще и думаете о том, чтобы все это как-то разгребать. я предлагаю повторить такой эфир. Я думаю, интересно будет и людям, может быть, другие города поддержат эту идею, может, кто-то еще выйдет в прямой эфир, свои высказывания скажет. Нужно поднимать общество и решать каким-то образом эту проблему. Я думаю, что эти эфиры нужно продолжать. Возможно, будут появляться еще, подключаться к этим эфирам другие люди, которые смогут какие-то внести коррективы в эти идеи. Может быть, что-то и родим, как говорится. Да, Завтра, если что, завтра этот эфир будет опубликован на YouTube-канале Верность ТВ. Можно будет поделиться. Если у вас есть ресурсы, давайте обменяемся ресурсами. Вы на своих ресурсах, мы на своих. Вот это вот раскачивать надо все это дело. Надо поднимать народ, чтобы народ сам начал думать о какие-то предложениях. Людям снизу лучше знать, как лучше это будет выглядеть. Мы эту проблему лучше понимаем. Вот в чем дело. Все. До свидания. Все, спасибо вам большое. Вам тоже спасибо огромное. До связи обязательно. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова